Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Бесплатный Репетитор. Мы далее продолжаем наш наиважнейший плейлист, который так и называется, и переходим к специальным вопросам с глаголом to be. Итак, давайте с вами зададим следующий вопрос. Почему ты здесь? Если дословно переводить, получается, почему why ты you здесь here. Но у нас с вами есть правило, значит, если мы говорим с вами про время present simple и нет глагола, то мы должны использовать форму глагола to be. Также и в специальных вопросах. То есть формула следующая. Вначале идет вопросительное слово, question word, или вопросительная фраза. Далее, соответственно, форму to be am is или are. И дальше все остальное. Соответственно, если you, значит, мы используем are. why почему ты здесь? Why are you here? Why are you here? Далее спросим, где он? Где он? Где where он? Значит, можно, в принципе, эту формулу расширить. Соответственно, значит, вопросительное слово. Значит, am мы используем с i. Значит, когда мы используем с вами are, вспомним сейчас. Значит, are мы используем с we, you, they. We, you, they. И также is мы используем he, she, it. Здесь будет, здесь может быть различное вопросительное слово, вопросительная конструкция. Видите, как здесь. Видите, есть where. Например, как раз где он? Видите, он, he, значит, нужно перейти поставить is. Получается where is on he. И обратите внимание, что здесь сливается. Вот смотрите, мы отдельно просим where is, а так считается where is, there is, то есть is, сливается where is, where is he, where is he. Когда ты на работе? Когда when ты, ведь you, значит, нужно поставить are. Получается when are you на работе at work. When are you at work? Что странно? Что what странно? Видите, здесь необходимо использовать форму to be, разнет глагола. И по умолчанию what означает it. Значит, what мы говорим is используем. What is странно strange. What is strange? Видите, здесь нету подлежащего, соответственно, поэтому нужно запомнить, что мы спрашиваем, если что, значение значит, оно, значит, означает it, поэтому what is strange. Но также запомните, что очень часто мы используем именно сокращенную форму. Значит, мы говорим не what is, а what's. Поэтому давайте этот вопрос по умолчанию использовать what's. What's strange? Что странно? Обратите внимание, видите, здесь форма глагола to be, и помню, что используется именно прилагательное здесь. What's strange? С вами про это говорили, также это верно и про отрицательное и про вопросительное приложение. What's strange? Что странно? И наприлагательное. Далее, как ты, значит, как это будет, how, ведь ты, you значит, нужно поставить are, значит, как ты, how are you, how are you, тоже как у тебя дела, а дословно как ты, how are you, кто там, кто, кто это будет who, значит, who в английском языке означает he или she, поэтому ставится is, получается, who is там there, who is there, тоже, в принципе, нередко сокращают именно вопросы с who, who's there, who's there, who's there, поэтому давайте по умолчанию эти вопросы используют именно в сокращенном виде, соответственно, what's и who's, и так, давайте с вами повторим, вот у нас с вами формулы есть все, получается, question word plus m is r, в принципе, здесь можно продолжить и написать плюс подлежащее, то есть плюс подлежащее, plus subject, и мы с вами разбираем, видите, здесь местоимение как раз, которое у нас с вами здесь есть, видите, plus subject, далее, видите, схема с m, question word plus m, i, question word plus r, we, you, they, question word plus is, he, she, it, видите, здесь впереди идет просто вопросительное слово, какая-то вопросительная конструкция, видите, why are you here? И нужно не звать, ставить форму глагола to be, why are you here? Where is he? Where is he? When are you at work? What's strange? How are you? Who's there? Значит, видите, что также мы используем нашу форму to be именно прилагательное, strange, это прилагательное, и, значит, по умолчанию используем сокращенную форму what's, как сейчас действительно что-то произносится, what's и who's, who's there? What's и who's. Давайте с вами разберем, значит, дополнительные примеры. Итак, почему это так? Значит, вот у нас с вами есть формула, давайте уже стараться на память. Почему why это видите, это it значит, нужно поставить is why is it так so why is it so почему ты дома сейчас? Почему why ты you значит, нужно поставить are are you дома at home сейчас now why are you at home now? Почему это лучше? Почему why это видите, it значит, ставим is it лучше better why is it better почему это так странно почему why это is it так странно so strange видите, опять используем прилагательное с формы to be why is it so strange почему это так дорого дорого why это is it так дорого so expensive тоже видите, expensive прилагательное why is it so expensive почему это так дешево почему why это is it так дешево so cheap why is it so cheap где он где where видите, раз he значит time is получается where is he where is he где она where is she where is she где это where is это it where is it where is it где они where are they видите, тоже здесь сливается не where are, а where are, where are they where are they далее немножко посложнее спросим, где твой отец, где твой отец, где, where, where, твой отец будет, your father, и здесь нужно выбрать правильную форму глагола to be, в принципе у нас с вами были такие примеры, когда, значит, разбирали, соответственно, утвердительное предложение с to be, и когда разбирали предложение с глаголом, видите, здесь, здесь, нету местоимение сеть is means, чтобы есть местоимение, связано татьяло-то да, и соответственно вы должны понять, какое местоимение с означает ¡ィiじ conservative! и, соответственно, мы должны понять, какое местоимение с означает, какое местоимение с означает cf cf cf, jr это означает. Она означает she, она, поэтому where is your mother? Другой вопрос. Где твои родители? Где, where, т.е. твои родители. Хотя, опять же, у вас не местоимение. Что думаем, какое местоимение означает? He, they, родители, это они, they. Поэтому are. Почется where are твои родители? Где, where are your parents? Обредь внимание именно на эти случаи. Where are your parents? Why is it so? Why are you at home now? Why is it better? Why is it so strange? Давайте еще здесь добавим не просто better, а почему это намного лучше. Почему? Why это? Is it? Намного лучше. Значит, намного это much, лучше better. Why is it much better? Why is it so strange? Why is it so expensive? Why is it so cheap? Where is he? Where is she? Where is it? Where are they? Where is your father? Where is your mother? Where are your parents? Что здесь? Значит, помним, что что будет what. Значит, по умолчанию означает it. И конструкция what's. What's. Что здесь? What's здесь here. What's here? Что там? Что в этой коробке? Что? What's в этой, in this коробке? Box. What's in this box? Что в коробке? Что? Что? What's в коробке? Видите, in это в коробке box. Но видите, единственное число, мы просто так не можем оставить без артикля. Видите, здесь означает в этой. А в этой, видите, когда this, это артикль there. What's in the box? И вообще это устойчивое выражение. In the box. В коробке нужно запомнить это выражение. What's in the box? Далее, другие примеры. Что более интересно? Что? What's более интересно? More interesting. What's more interesting? Что более эффективно? Что? What's более эффективно? What's more эффективно? What's more effective? Что лучше? Что? What's лучше? Better? What's better? Что действительно лучше? Что? What's действительно really лучше? Better? What's really better? Что так странно? Что? What's so strange? Ведь, опять же, мы с формой to be используем именно прилагательное, как здесь. What's so strange? Что важно? Что? What's важно? Important. What's important? Что более важное? Что? What's более важное? More important. What's more important? What's here? What's there? What's in this box? What's in the box? What's more interesting? What's more effective? What's better? What's really better? What's all strange? What's important? What's more important? Как он? Как how? Он he? Значит, нужно из-за поставить. Получается, how is he? Тоже переводит, как у него дела. Рословно, как он? How is he? Как она? Как? How? она is she? How she? Или так же переводит, как у нее дела. А дословно, как она? How is she? Далее, еще скажем, по аналогии, как это? Как это? Дословно, how is it? How is it? А переводит это, how is it? Как это? То есть, как тебе это? то есть, как тебе оно? How is it? Это такая устойчивая фраза. How is it? То есть, как это? А перевод, как тебе это? Как оно? How is it? How is it? Далее, та же используется и вопросительная конструкция, мы с вами говорили. То есть, вначале может быть или вопросительное слово, или вопросительная конструкция. В принципе, мы сами отрабатывали это, помните, на примере, когда у нас с вами было do и does. Например, смотрите. Как далеко это? Эта фраза как далеко остается в начале. Как далеко? How far это? Это it? Достаем is it? How far is it? Как далеко ты? Как далеко? How far ты? how far are you? How far are you? Как далеко это место? Как далеко? How far это место? Видите, это место будет this place. Здесь нужно выбрать форму to be. Видите, местомения нет. Значит, смотрим, что означает this place. Какое местомение? It they значит, this place означает it. оно место it. Получается how far is this place? How far is this place? Как часто ты здесь? Как часто? Тоже вопросительная конструкция ставится в начале. Как часто? How often ты раз you значит are are you здесь here? How often are you here? Как эффективно это? Тоже как что это? How эффективно how effective это is it? Тоже еще переводит насколько эффективно это? Или как эффективно это? effective? То есть вот формула how и плюс прилагательные, которые к этому относятся. Видите? how effective is it? Далее, например, насколько эффективный этот метод? Насколько эффективный how effective этот метод? Мы сами знаем, что этот метод будет this method. Видите, здесь нету местоимения. Значит, смотрим, что означает, какое местоимение. Значит, метод, он неодушевленное, что означает it. А хищи it, это is. Вот, насколько эффективный данный метод. Это how effective is this method? И хочется ответить, очень эффективный. Very effective. How effective is this method? Very effective. И вот еще, смотрите, как спросить, где это находится? Вот тоже многие спрашивают, как сказать, где это находится? Да очень просто, смотрите, вот, где находится, это where is it? То есть, где это? Это есть, где это находится? Очень часто мы спрашиваем, where is it? То есть, где это, где это находится? Вот, запомните, тоже часто спрашивают, а видите, как все просто, можно сказать, where is it? То есть где это? Где это находится? Where is it? Именно такая вот устойчивая фраза очень часто использует эта конструкция. Где что-то? Where is? Отлично. Итак, повторим. How is he? How is she? How is it? How far is it? How far are you? How far is this place? How often are you here? How effective is it? How effective is this method? Very effective. И, друзья мои, в заключение даже хочется сказать, что есть также вопросы, которые также крайне важно знать. Итак, вопрос. Как тебя зовут? Значит, вообще вы знаете, что what переводится что и what переводится как какой. То есть два значения. What значит, соответственно, что и какой какие. Соответственно, дословно этот вопрос звучит следующим образом. Какое твое имя? Вот какое это what? Твое имя? Это your name. Your name – твое имя. Но, согласно нашему правилу, мы должны использовать, видите, раз нет глаголов, форма глагола to be. Видите, смотрим на местоимение, если оно есть. Если нет, тогда смотрим, соответственно, на подлежащее. Какое местоимение означает your name? Значит, your name. Что это? They, it. Имя, оно. Неодушевленность означает it. Значит, нужно поставить is. Вот и вопрос. Получается, what is your name? То есть, какое твое имя? Многие просто бездумно выучивают what is your name, но не понимают. А я считаю, крайне важно понимать. Вот мы с вами разобрали. Но, на самом деле, опять же, сокращает, разговорная речь сокращает, принято сокращать, поэтому не what is, а привыкать и спрашивать what's your name? What's your name? Как тебя зовут? И, соответственно, можно, например, ответить. Например, Alex. Кратко, Alex. Или можно ответить, например, мое имя, Alex. Вот мое имя, my name и Alex. Но, опять же, видите, в предложении нет глагола, значит, нужна форма to be. Значит, мое имя, видите, опять же, смотрим, какое место имени означает, означает it. Значит, it нужно поставить is. Получается, my name is Alex. My name is Alex. И, что касается данной фразы, то разговорная речь очень часто сокращает и говорит не my name is, а my name is Alex. То есть, не удивляйтесь, поэтому по умолчанию будем использовать здесь тоже my name is. Очень часто так учат, именно так же носитель языка, тоже так говорить сразу. Итак, получается, видите, what's your name? Alex. My name is Alex. По аналогии можем спросить, как ее зовут? То есть, дословно, какое ее имя? Какое будет? Видите, what? Значит, ее имя будет her name. Опять же, видите, her name, ее имя означает it. Значит, нужно поставить is. Ну, обычно, видите, мы сокращаем, поэтому what's her name? Как ее зовут? Как его зовут? Это будет what's his name? What's his name? И давайте полный ответ патрируем. Итак, ее зовут Kate. Ее зовут her name. Видите, опять нужна связка. Как вот здесь, видите, по аналогии her name is и можно сократить her name is Kate. Her name is Kate. Как его зовут? Его зовут Питер. Получается, his name, ведь по-новому his name is или his name is Peter. His name is Peter. Вот тоже очень важно, я считаю, важно понимать, как строятся данные вопросы. Значит, давайте еще с вами потребуем еще один вопрос, очень важный. Из какой ты страны? Вот так сказать, из какой ты страны? Дословно это откуда ты? Откуда ты? Откуда ты родом? Значит, вообще, куда это будет? Where? Where это где, куда, а откуда это будет? From where? From where? Далее ты. Значит, видите, ты это you, а раз you, значит, ставим are. И получается, from where are you? Но в современном английском языке вот предлог идет на конец. Видите, from он сюда идет, то есть его здесь нет, он на конец идет в современном английском языке, и принято говорить именно так. И поэтому как раз этот вопрос и получается where are you from? Обратите внимание, что здесь сливается не where are, а where are you from? И from на конец. Вот мы вывели формулу данного вопроса, это просто потрясающе. Where are you from? И ответ, к примеру, я из России. Я, I'm, из России, from Russia. I'm from Russia. По аналогии, откуда он? Where, он, he, значит, is, where is he from? Where is he from? Откуда она? Where is she from? Where is she from? Откуда они? То есть, если я введу, из какой они страны, откуда они? Они, they, значит, are. Where are they from? Where are they from? И также еще один очень важный вопрос, сколько тебе лет? Вот сколько тебе лет, дословно получается, как старты. Помните, у нас с вами были конструкции, как, плюс прилагает, здесь та же самая конструкция, как стар, получается, how old ты, значит, you, значит, нужно поставить are, получается, how old are you? Сколько тебе лет? How old are you? И, возможно, разные ответы, или просто нам рассказать, к примеру, 30, 30, или можно сказать, мне 30, это будет, I'm 30, I'm 30, или мне 30 лет. Это будет, I'm 30 лет. Years old. Вот обязательно именно years old. То есть просто так years, мы с вами говорили, оставить не можем, это очень частая ошибка. Years old. Видите, how old are you? 30, I'm 30, I'm 30 years old. И давайте по аналоге спросим, сколько ему лет. Получается дословно, как стар. How old он? Раз он he, значит, is. How old is he? Сколько ей лет? How old ей is she? How old is she? Итак, so, what's your name? Alex. My name's Alex. What's your name? Your name's Kate. What's his name? Your name's Peter. И, друзья, мы не оглушаем, вспоминаем наши первые уроки с первой части плавалиста his, names, не забываем. His name's Peter. Where are you from? I'm from Russia. Where is he from? Where is he from? Where is she from? Where are they from? How old are you? 30. I'm 30. I'm 30 years old. How old is he? How old is she? My friends, thank you very much. We continue this very intensive course.